Приветствую вас во второй части по вязанию жилеточки. На протяжении всего вязания переда я меняла рисуночек по центру, но при этом вязала лицевую гладь, как и прежде, с одной и с другой стороны, без изменения. Так я провязала от плеча до низа 26 см, а затем перешла на резиночку 2х2, такой, как и начинали горловинку. То есть чередовала 2 лицевые и 2 изнаночные 5 см по высоте. И всего у меня получилась высота 31 см, как я и задумывала. Теперь смотрите, перед тем, как перейти с основного узора на резиночку 2х2, я рекомендую вам посмотреть на узор, который вы здесь закончили. То есть если у вас по краям точно так же 2 изнаночные, как у меня, то на этих 2 изнаночные должны на резиночке идти 2 лицевые. То есть вы меняете здесь узорчик. И вот исходя из того, что здесь у нас 2 лицевые над 2 изнаночными, я уже просчитала от начала ряда. То есть вот он наш начало ряда перед проймой петелек в конце спинки, так как он и был у нас здесь. Я просто перенесла булавочку сверху вниз. То есть вот здесь у нас начало-конец ряда в конце спинки. Вот. И так я просчитала, смотрите, над 2 изнаночными 2 лицевые, затем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые до начала ряда. То есть я посмотрела, с каких петель мне нужно начинать ряд. У меня вышло, что мне нужно начинать ряд с 2 лицевых. Далее 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Это для тех, кто вязал именно вместе со мной по данному расчету. Если же вы вяжете свой размерчик, то у вас, возможно, получится свое количество петель. То есть вы добавили под ручками петельки для того, чтобы выйти на, скажем, количество резиночки 2 на 2 петелек на рукавчике. То, возможно, у вас при вязании, при переходе с основного узора на резиночку снизу, при обвязывании не будет, скажем так, хватать 2-3 петелек. То есть, возможно, лишняя какая-то петелька будет. То есть вам нужно, чтобы нижнее количество петелек, как у меня, делилось на 4 петли. То есть на резиночку 2 на 2 раппорт узора. Вот. Если же у вас, к примеру, не делится это число, то есть у меня это 136 было в итоге. Если оно у вас не делится, к примеру, 135, то вам по ходу вязания нужно будет добавить эту одну петельку. То есть делать подъем петли. И вот у вас между петельками есть такой вот разрывчик. Вот с этого разрывчика можете и поднять перекрещенную, сделать петлю. То есть, либо сделать накид в следующем ряду, его сделать перекрещенной петлей, провязать, как мы это делали в линии реглана. То есть просто добавить эту лишнюю петельку, которая вам сейчас понадобится. Если же у вас количество петель наоборот, больше на одну, допустим, петельку, то вы сократите эту петлю, потому что вам из-за этой одной петли придется добавлять еще 3 петельки по ходу вязания. То есть вы должны в итоге при переходе с основного узора выйти на рапорт резиночки 2х2. После того, как провяжете резиночку 5 см, точно так же вы останавливаетесь, провязав спинку, то есть на начале ряда, или же конце ряда, как вам удобнее понимать. И сейчас я вам покажу, как закрыть петельки на резиночке 2х2. Существует очень много способов. Это как закрытие резиночки 2х2, переход на резиночку 1х1 и закрытие иголкой трикотажным швом. Это есть различные способы провязывания по пар на петелек и перекидывания на каждую последующую провязанную пару петелек. Но я вам сейчас покажу способ. Это ленивый способ для меня, то есть это для того, чтобы сейчас не вдевать ниточку в иголочку, не переходить на резиночку 1х1. Это ленивый способ, которым я пользуюсь сама. Смотрите, у нас идут первые 2 петли ряда, 2 лицевые. У вас возможно 2 изнаночные. Здесь ничего страшного, просто начинаем делать закрытие петель. По рисунку. Запомните, над двумя лицевыми мы будем вязать 2 лицевые, над двумя изнаночными 2 изнаночные. Поэтому берем над первой лицевой петлей, вяжем лицевую. Над второй петлей вяжем также лицевую. И перекидываем первую лицевую на вторую лицевую. Далее у нас сократилась получается 1 петля. Далее у нас идут 2 изнаночные. Мы над первой изнаночной вяжем 1 изнаночную и перекидываем предыдущую петлю на эту провязанную изнаночную. Снова идет изнаночная. Мы провязываем над изнаночной петлей изнаночную и перекидываем предыдущую петлю на эту изнаночную. Далее у нас идет лицевая петля. Мы над лицевой вяжем лицевую и перекидываем предыдущую. Над лицевой второй лицевой и перекидываем предыдущую. То есть запомните, что над изнаночной мы вяжем изнаночную и перекидываем предыдущую. На второй изнаночную также изнаночную перекидываем предыдущую. И над лицевыми вяжем лицевые петли. Каждую предыдущую петлю перекидываем на последующую. То есть если мы точно так же будем закрывать, как и вязали резиночку 2х2, то у нас получится такая же слегка пружинистая, скажем так, линия закрытия петель. То есть, если вы просто сейчас будете вязать упарно каждые две петли лицевые и изнаночные, то у вас получится распушенный такой вот край. И вот эта крайняя линия закрытия петель будет у вас растягивать резиночку. А сейчас, как вы видите, если вы будете вязать и делать закрытие по рисунку резиночки, то есть над лицевыми, лицевыми, над изнаночными, изнаночными, то у вас получится эластичный край. При этом резиночка, скажем так, будет идти закрытие вот такими волнами, вот не будет стянута и будет аккуратно смотреться, еще раз повторюсь, не такая вот растопыренная будет. То есть мы над лицевыми продолжаем вязать лицевые, перекидывать предыдущие петли, над изнаночными, изнаночные, все поочередно, то есть идем как по рисунку, каждую петельку провязываем поочередно. И вот так вот я буду закрывать вот таким вот ленивым способом резиночку до самого конца. Если же вы хотите, можете использовать какой-то свой способ, каким вам удобнее закрыть резиночку. Ну, в данной жилеточке, в принципе, низ и рукавчики мы будем закрывать вот таким самым, я бы сказала, простым способом, который только здесь возможен. И вот так вот продолжаем делать закрытие петелек до самого конца, пока не дойдем до вот этих двух изнаночных петель конца ряда. Забыла показать вам момент, как спрятать последнюю петельку. Я уже ее спрятала, как вы видите, ничего не видно. То есть, смотрите, у вас остается одна петелька, вы пропускаете одну воздушную петлю рабочей ниточкой и отрезаете хвостик, оставляете буквально небольшой для того, чтобы спрятать. Затем поворачиваете на изнаночную сторону и вытаскиваете этот хвостик сквозь, вот боковая косичка, сквозь первую петлю косички и возвращаете обратно хвостик этот вот сюда в сторону. Затем вытаскиваете с внутренней стороны на ряд ниже и завязываете узелочек. Обязательно завяжите узелочек, желательно поделите ниточку пополам, то есть, как бы, чтобы у вас получился небольшой узел и невидимый. А поделите пополам ниточку и за полупетельку одну, скажем так, одну половинку оставьте, за полупетельку вторую и завяжите узелок. А затем, по ходу того, как ложатся вот эти вот лицевые косички с изнаночной стороны, вы просто прячете хвостиком, то есть, вот таким вот образом, как идет у нас петля лицевой косички. Вот, точно так же и прячете хвостик. Вот, к сожалению, у меня камера что-то сейчас, можно так сказать, зависла, поэтому этот момент я вам забыла показать, скажем так. Вот, и у нас получается в итоге вот такой красивый эластичный край. Если вам кажется, что он точно так же, скажем так, топорщится, как и мог бы топорщиться закрытие петелечек лицевой петлей, только лишь не чередование лицевых и изнаночных, а лицевой, то я вам могу сказать, что это выглядит так край без обработки. То есть, без тепловой обработки, во-первых, когда вы обработаете, все станет на свои места. И второе, это, возможно, при закрытии петелек, провязывании последнего ряда и перекидывании петелек, возможно, у вас были слишком, такие, скажем, растянутые петли. Но я так специально делаю для того, чтобы у нас край был эластичным и аккуратным. Теперь нам остается перейти на обвязывание рукавчиков. Как вы видите, я уже один сделала рукавчик для того, чтобы наглядно вы понимали, что мы сейчас будем делать. Вот так он выглядит с нижней стороны, там, где у нас петельки мы набирали для проймочки. Я вам сейчас все покажу и расскажу, как мы будем вязать. Для этого открытые петли из булавочки мы переносим на три чулочные спицы. Затем четвертой чулочной спицей мы будем набор делать петелек по низу проймы. И пятая спица рабочая для того, чтобы обвязывать рукавчик. Перенесли открытые петельки на три спицы. Теперь на четвертую спицу мы будем набирать петли снизу. Как вы помните, у нас здесь 7 воздушных петель. Вот находим каждую из 7 петелек. То есть вот она первая петля, далее следующая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. И обязательно захватываем за полупетельку первую и вторую. То есть вот посмотрите, если повернете боковой стеночкой, вы увидите косичку. Теперь натягиваем рабочую ниточку вот так вот на пальчик. И пропускаем сквозь первую петельку вот так вот рабочую ниточку. Это первая воздушная петля. Далее в следующую петельку набираем, захватываем рабочую ниточку. Это вторая петля. Следующую третья петля. Следующую четвертая петля. Следующую пятая. Следующую шестая. И в следующую седьмая. Набрали 7 воздушных петель. Теперь я их приспускаю. И переодеваю на спицу. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Вот таким вот образом я переодела петельки. И если вы посмотрите, у нас сейчас первая петля привытянутая, поэтому подтяните вот этот хвостик и оставьте его незакрепленным. И также вы увидите, что у нас в промежутках с одной и с другой стороны этой спицы, этих петель, есть промежутки с одной стороны и с другой стороны. Если мы сейчас начнем вязание по кругу, то у нас здесь получатся дырки. Нам этого не нужно. Поэтому поворачиваем боковой стеночкой и находим вот здесь вот изнаночную петельку. Это первая петля регланной линии. Вот она изнаночная пошла у нас в одну сторону, а изнаночная вторая пошла в вязание вот здесь вот с боковой стороны. Поэтому мы берем, вот здесь вот находим центр между вот этой первой набранной воздушной петлей и между изнаночной регланной петлей. Нам в промежутке нужно найти вот здесь вот петельку. То есть абсолютно любую петлю вы захватываете, чтобы конечно не получилось дырочки. Вот я нашла допустим петельку вот здесь, то есть вот по центру на ряд ниже. И теперь берем на эту петельку, приспускаем изнаночную и захватываем крючком. Сквозь эту петельку продеваем изнаночную петлю с реглана. То есть вот так получается. И возвращаем обратно эту изнаночную петлю на спицу там, где она и была. То есть как бы условно мы перенесли изнаночную на чуть-чуть дальше. То есть она у нас теперь находится не здесь, а вот сюда мы ее перенесли. С другой стороны мы делаем все точно так же. Находим центр между последней набранной седьмой петлей и между вот этой изнаночной. Находим вот здесь вот петельку. Можно здесь, можно вот здесь. И теперь берем, подхватываем изнаночную петлю и последнюю петлю со спицы. Вот так вот. И продеваем сквозь вот этот промежуточек изнаночную петлю. И возвращаем ее обратно на спицы. Мы сейчас подняли эти промежутки, пропустив сквозь последние изнаночные петли, для того, чтобы не было у нас, скажем так, промежутков между четвертой и первой спицей. Сейчас будет считаться вот эта первая спица. И теперь берем пятую рабочую спицу в руки и начинаем вязать. Сейчас первый ряд мы свяжем полностью все петли лицевые. То есть, начиная с первой петли, мы провязываем все абсолютно петельки по кругу, все четыре спицы лицевыми петлями. При этом хорошо подтягивайте начальные петельки, для того, чтобы у вас, опять же таки, не было никаких свободных петель под рукой. И чтобы они потом в дальнейшем не образовывали дырочки. Итак, провязываем первую спицу просто лицевыми петлями, вторую, третью и четвертую. Четвертая спица, как вы помните, на ней у нас 7 рабочих петелек праймы. Провязав один ряд лицевыми петельками, довязав вот эти 7 петель, у нас здесь получается четвертая спица. И переходим на первую. Теперь мы будем вязать, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные до конца. То есть, все 4 спицы, формируя резиночку 2х2. Поэтому начинаем с первых 2 петелек, это 2 лицевые, далее 2 следующие петли, это 2 изнаночные. Снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот так вот чередуем. И я рекомендую вам при вязании этого ряда расформировать таким образом петельки, чтобы у вас каждая спица начиналась с 2 лицевых, а заканчивалась с 2 изнаночных. Тем самым у вас будет на каждой спице, скажем так, полный раппорт. И при вязании в круговую, если у вас будет заканчиваться изнаночными, а начинаться лицевыми петлями ряд, ой, ряд спицам, то у вас будет как бы такое непрерывное вязание и не будут расстанутые петли между вязанием. Итак, вот я довязываю 2 лицевые, 1 изнаночная и у меня 2 изнаночная переносится со второй спицы на первую. То есть вот закончилась с 2 изнаночными. Далее следующая спица 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот так вот расформировываем до тех пор, пока не дойдем до самой четвертой, последней спицы, там где у нас всего 7 петель. Туда следует тоже перенести 1 петельку для того, чтобы опять же таки был полный раппорт и на этой спице. Вот так вот, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот, для того, чтобы у нас, ну опять же таки, я же говорю, чтобы не были растянутые петельки и не было видно перепада с одной вязания спицы на вторую. Вот, я сейчас, пожалуй, с вами уже довяжу 2 лицевые, 2 изнаночные. Заодно сейчас и посмотрим, есть ли дырочки в промежутках, и чтобы, скажем так, их не было, нужно это исправить сейчас. Итак, вот 2 лицевые, 2 изнаночные и 1 петельку я переношу на последнюю спицу, на которой у нас было 7 петель. И теперь я вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные и на этой спице 2 лицевые, 2 изнаночные. 8 петель это 2 раппорта. И теперь смотрим, у нас в уголочках не должно быть дырочек, то есть подтяните вот эту, скажем так, ниточку, которой мы набирали 7 петельечек. И вот, посмотрите, с одной стороны нет дырочек. И точно так же смотрим с другой стороны. Вот так. Здесь вот вам кажется, что есть дырочка сейчас, возможно, вот как у меня, но при вязании последующих рядов она затянется, так как здесь сейчас только лишь связано буквально один ряд лицевыми петлями и один ряд расформирования резиночки. Вот этот промежуточек, он стянется. А так дырочек нет. Сейчас мы провязали с вами первый ряд резиночки 2х2. Нам нужно связать таких рядочков еще 5 раз. То есть всего должно получиться 6 рядочков резиночки 2х2. Поэтому я начинаю вязать второй ряд. Хорошо затяните первые начальные 2 лицевые петельки при вязании. А затем вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, еще 5 рядочков. И у нас должен ряд заканчиваться между четвертой спицей, на которой теперь уже 8 петельечек, и вот между вот этой спицей. То есть заканчиваем 5 рядочков. Но пятый ряд я рекомендую вам закончить, то есть шестой ряд от начала формирования резиночки. Вот, закончить где-то по центру вот этой спицы, где у нас 8 петельечек. То есть где-то закончить перед вот этими, пожалуй, двумя лицевыми. То есть довязав первый рапорт, в шестом ряду полностью уже, когда свяжете резиночку, остановитесь. Мы с этого, скажем так, края начнем делать закрытие. То есть как бы визуально это будет под проймой, где у ребенка подмышка. То есть по центру подмышки нам нужно будет начать закрытие петелек резиночки. Для того, чтобы это закрытие было минимально видно, скажем так, оно уйдет под ручку ребенку, будет комфортно. И ребенку, скажем так, не будет видно там, где у нас начало, конец ряда. То есть мы замкнем вязание в круг после закрытия петелек в районе под ручкой ребенка. А сейчас пока я довязываю второй ряд резиночки, далее начну третий ряд, четвертый, пятый и шестой. При вязании шестого ряда я не довязала один рапорт узора до конца ряда. То есть смотрите, мы сейчас находимся с вами ровно по центру, где у нас 8 петелек на линии проймы, то есть подмышкой ребенка. И теперь сейчас мы начинаем делать закрытие петель. Так же, точно так же, как мы делали закрытие снизу на резиночке 2х2. То есть точно так же провязываем первые две лицевые по рисунку. Далее перекидываем первую лицевую на вторую, тем самым сокращая первую лицевую петлю. Далее провязываем изнаночную и на нее перекидываем предыдущую провязанную петлю, которую перекинули. Далее снова изнаночная, на нее предыдущую перекидываем, лицевая, на нее предыдущую перекидываем. И вот так вот делаем до конца самого этого ряда. Сократив с первой спицы 3 петли, переходим на следующую. И точно так же над лицевой вяжем лицевую, перекидываем на нее предыдущую петлю. Снова лицевая идет, поэтому вяжем лицевую и перекидываем предыдущую петлю. Затем над изнаночной и изнаночной и перекидываем предыдущую петлю. Снова изнаночная перекидываем. Для удобства я предлагаю вам вот эту спицу, на которой у нас 4 петельки, оставить, а взять уже освободившуюся спицу и перекинуть на нее вот эту петельку. Так вам будет удобнее. И снова лицевая над лицевой перекинули, лицевая над лицевой перекинули, изнаночная над изнаночной перекинули, изнаночная над изнаночной перекинули. И вот таким вот образом до самого конца этого ряда, пока не закройте все петельки. И те 4 петли, первую часть с последней спицы, которую мы провязали, вот так вот и оставили на отдельной спице. То есть пока не дойдете до самого конца. Осталась у вас одна петля и переносим ее на крючок. Делаем одну воздушную петлю и привытаскиваем ниточку. Оставляем хвостик небольшой и отрезаем его. Вот сейчас как раз таки на примере рукавчика я вам хочу показать, как я прятала хвостик на нижней части кофточки. То есть выворачиваем теперь вот таким вот образом, чтобы у нас изнаночная сторона была теперь повернута к вам. И теперь подхватываем первую или вторую, можно петельку косички, закрытие петель. И вот эту вот ниточку проводим сквозь эту первую, вот эту косичку нашу за обе стеночки. И возвращаем рабочую ниточку, первую петельку уже с другой стороны. Вот так. То есть у нас получается замыкается круг. И теперь раздваиваем, ну можно вот так вот спустить на полупетельку, захватить этот хвостик и спустить на один ряд краешек ниточки. Теперь делим пополам его и оставляем один краешек ниточки здесь вот в этой полупетельке, а следующий краешек ниточки спускаем еще на полряда ниже. То есть чтобы у вас с разной стороны как бы были вот эти вот хвостики ниточки и завязываем узелочек. Вот так хорошо, первый раз и второй раз. И теперь по ходу того, как ложатся наши лицевые петельки с изнаночной стороны, мы прячем хвостик. Петельки как у нас ложатся, смотрите, вот таким вот образом, чтобы у нас как бы было переход. Ну то есть вот смотрите, с внутренней стороны вы можете продеть вот так вот хвостик ниточек. А сейчас смотрим, куда у нас идет косичка, она идет у нас вниз, вот таким вот образом. Вот так мы и прячем вниз, вот так вот хвостик наш. Я не знаю вам видно или нет, но вот она наша полупетелька одной косички, второй, третий, четвертой и так далее. Вот за эти полупетельки я захватываю хвостик оставшийся и продеваю. Так как ниточка у нас делится, то вы придерживайте и все полностью ниточки с нее спускайте по ходу того, как ложится косичка из лицевой петельки с изнаночной стороны. И вот теперь дойдя до последней петельки, я подтягиваю хвостик и отрезаю его. Он нам больше здесь не нужен, ниточка узелком закреплена. И сейчас, если вы посмотрите вот таким вот образом, то у вас не видно, где вы прятали этот хвостик. Все очень аккуратно и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны. С лицевой стороны у нас получаются вот они поднятые петельки, 7 петель, которые мы с вами набирали для того, чтобы замкнуть вязание и обработать краешек резиночкой 2х2. И сейчас у нас остается лишь только вот эта ниточка, которая привытаскивает здесь вот петельку. Вот эту ниточку нам тоже точно так же нужно закрепить. Для начала я ее поделю пополам, завяжу узелочек. Почему я делю пополам? Потому что я хочу первую часть оставить так, где она есть, а вторую часть я хватаю за любую полупетельку с изнаночной стороны и как бы вытаскиваю уже через получается полупетельку. Затем мы делаем узелочек, потому что если мы поделим, сделаем узелочек, узелок этот вылезет наружу, нам этого не нужно. Вот поэтому завязав узелочек, я снова пропускаю сквозь вот эту косичку. Вот она у нас. Мы сейчас сквозь нее пропустим. Вот этот хвостик, чтобы он нам тоже не мешал и был закреплен. Вот таким вот образом. Я сейчас поверну для удобства вот этой стороной и пущу в противоположную сторону, то есть наверх. То мы спускались вниз, а сейчас мы поднимемся наверх. И вот так вот в каждую полупетельку косички я захватываю и пропускаю. Вот так. И все. В принципе, можно вот этот хвостик, он уже закреплен. Мы его отрезаем, его точно так же будет не видно. И все. Теперь нам остается лишь только сделать тепловую обработку, чтобы все стало на свои места. То есть у нас края точно так же здесь эластичные, как и снизу. Вот. Наша жилеточка готова. Еще раз повторюсь, нам остается лишь только снять булавочки, обработать тепловой обработкой, чтобы красивые петельки наши выровнялись. И по желанию можете украсить, прикрепить какие-то бантики, ленточки. Вот. Все, чтобы стало, скажем так, на свои места. Отрезать хвостик. Если вы где-то присоединяли ниточку, скажем так, с изнаночной стороны, у вас остался хвостик, обязательно его прячьте. Чтобы, если вы выверните на изнаночную сторону, все тоже было достаточно красиво и аккуратно. Здесь я еще прищу эмблемочку свою. Вот. И, в принципе, жилетка готова. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось, было интересно. Поэтому не забудьте лайкнуть, делитесь моим видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.